Вот что касательно лжемаркетинга, я считаю, на сегодняшний день у нас на рынке присутствует. И что влияет в итоге и на продажи, и на все остальное. Первое. Публикация статей и репортажей в СМИ с несоответствующей действительностью информации. Благодаря вводу в заблуждение производителей и потребителей приобретается статус доверия или авторитетной организации. Распространение слухов о якобы незаконности или недействительности выданных документов халяль организацией конкурентам. Это происходит между сертифицирующими организациями. Устное блокирование в принятии сырья, имеющего подтверждающий документ халяль, но от другой организации. Сертификация в регионах, где уже имеется функционирующий местный комитет, который является авторитетной организацией у себя в регионе, в результате чего осуществляется сильнейший удар по авторитету этой же организации, тому себя. То есть местные региональные потребители начинают считать, ну а вы значит никто. Выдача документов подтверждения халяль без надлежащей проверки. То есть постановки на контроль и без прикрепления контролера за счет своего бюджета. Если есть контролер на местах, то тогда существует контроль, и оттуда и возникает ценообразование. Понятно, кто это не делает, у того и цена дешевле. Как я говорил ранее. Использование имен или названия авторитетных людей или же организаций для прикрытия своих коммерческих дел. И распространение несоответствующей действительности или обливающей грязью информации одним изготовителем на другого производителя продукции халяль. То есть уже идет недобросовестная конкуренция между самими производителями. То есть мой халяль, а твой нет. Такое попустительство часто происходит сведомо, разрешение, а иногда и при участии сертифицирующей организации. Вот эти темы, которые я считаю на сегодняшний день важны, и их нужно ликвидировать, если мы хотим говорить о здоровой и добросовестной конкуренции и выстраивании правильного производства продукции халяль. Спасибо. Спасибо.